Ну вот, хотела снять тебе циния, но по-моему, моим циниям тоже пришел конец. Вот так вот обожрали муравьи. Один, два, три, где еще увидела? Четыре, пять, шесть, семь. Семь побегов обожрали муравьи. Ну, сволочи! Ну вот, один куст, ярко-красный. Вот столько цветов. Вот такие красавицы махровые. Ну и крупные такие, они хорошенькие такие. Прям красавицы, нравятся мне эти цинии. И куст такой большой, прям он больше метра высотой, такой зеленый. Вот тут у меня роза, которую соседка мне дала, Томаса. Она не очень махровая, но она всегда цветет, ничего не боится. Ну и вот сейчас четыре цветочка на ней есть. Здесь дальше фигня всякая. Розы белые, розы розовые. Еле цветут, никак не отойдут после жаркого лета. А вот тут оранжевая циния, ее муравьи вроде бы не тронули. Видишь, там вот красная, а здесь оранжевая. Оно интересно на одном кусту. Есть и махровые, и не махровые. Я не знаю, почему так. Ну и есть и полные. И тоже куст выше меня. С меня ростом, вот такой вот. Ну вот. Хорошо хоть циния, а то бы вообще все бедно было. Страшно. Вот так муравьи у цветка махрового обожрали все листики. Он был махровый же. Он был вот такой вот махровый. Вот такой. Вот так все, 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 все обожрали. Ну а вот как бы я оставила на семена. Он сломался, правда. Ну может созреет. Не созреет, еще останутся. Тут розочек. Тут осталось один побег. И пошел он. Это кэрио. А это сатина тут цветет. Ну вот, короче, у меня иго, как его там, инжир. И тут вот горшочек. И в горшочке роза. Белая она роза. И рядом же выросла циния. И я не могла, я не смогла ее вырвать, короче. Она прям корень с розой в корень растет. И она выросла выше иго. И на ней постоянно бабочки. По одной, по две. Они летают, все время садятся. Видишь? И она выше иго выросла. Вот бабочки, видишь, летают. Не знаю, тебе видно или нет. Тут возле перцев. Вот перцев кучами, да? И георгины, наконец-то, тоже отошли. Боковые побеги дали. Там, где все отсохло, отмерзло. Ну и вот вроде снова зацветают. Ну, цвет страшный, рыжий-желтый. А вот там дерево начинает цвести. Это гибискус изменчивый. Ну, конечно, как сказать, она у нас вот такой вот в колпаке, потому что птицы, они там с ума сходят. Ну, мы их кушаем уже больше недели. Они по одному стеют, по два. Мы уходим кушаем вкусные, сладкие. Ну, короче, не знаю, как снять. Уже много оборвали, но еще пока есть. Ну, с ведро как еще есть. Сегодня тоже желтые пообрывать, потому что их, иначе птицы, прям внутрь залетают. Вот какие-то желтые пузы птички. И даже прямо внутри они их кушают, представляешь? А попугаи, слава богу, попугаи не могут их найти под этой сеткой. Сеткой приходится все загораживать, чтобы самим что-то поесть. Ну, тут хотела тебе снять. Видите, у меня сзади растет пироканта, в которую я посадила. Видишь, она какая большая. С улицы я снимаю. Сзади пирокант и юка на столбу на электрическом. Я не знаю, как теперь там электрики лазить будут. А тут вот большая жакаранда. Вот она уже большая, больше трех метров, три с половиной она. И вчера мы вырезали вот здесь одну юку. Вот она лежит. Она прямо падала на жакаранду. И там все загораживало. Она была большая, пять метров, где-то четыре метра. Мы ее взяли и обрезали. Вот она лежит. Видишь, какая была. Ну и вот тут это вдоль него всего у меня. Это этот, как его называть? Господи, шелковица. Тут этот мой треугольничек, где-то пантусы, калы. А потом вот эта елочка эта. И посередине деревца этот жасмин. Ну тут киви. Все приходят и говорят, ой, это киви. Мы придем, обдерем. Там много киви. Здесь на улице тоже выглядывают. Ну тут фонарики мои. Это жакарандочка вторая. Они вот три, немножко разные все. Вот здесь датура желтая. Она еще пока не зацвела нынче. Ну вот такие цветы набрала. Завтра зацветет и желтые листья уже у нее. Березка почти уже все скинула. А вот эта датура розовая. Ну она вообще не сильно розовая. Ну видишь на ней сколько много датуряб цветочков. И там сзади вон они есть. И сбоку вот такое количество. Что-то 20-30. Запах стоит невероятный. И тут же жакарандочкой заканчивается мой участок. Наша улица. Ясень уже это. Желтеть начал. Тут сосед живет. Оскар. Тут Наташка. Там у Наташки дерево желтое-желтое. Ну я хотела снять. Видишь мы сняли шатер. Больше над малиной у нас нет шатра. Потому что под шатром вообще не росла малина. Вот прямо пустыри. И я вообще хочу всю малину отсюда выдрать. Тут уже орех большой. Яблоня большая. Там айва большая. И сюда посадить потом помидоры. Перец может быть в этой части. А малину всю убрать. Вот сюда на первую грядку. Где вот у меня были огурцы, помидоры и вся эта фигня. Ну хотелось на тебе гранат. Сколько у нас граната. Вот уже так они спеют. Вот такое количество гранатов. Усыпано все, можно будет так сказать. Такие. Уже тяжеленькие, хорошенькие. Вот ветка с тремя гранатами огромными. Тут маленькое деревце. И на нем тоже есть гранаты. И вот кругом вот сколько гранатов, короче, на этом деревце. Оно небольшое, метро при высотой, но усыпано гранатами. Петруша тут стоит. Смотрит, что у соседей творится. Ну, тут тыквы у меня растет. Короче, все вместе. И инжиры, и тыквы. А инжир от плодоносил. Это вот мой любимый, который цвет на зеленый был. И внутри розовый. И вот уже снова начались инжиринки. На конце, на новых побегах. Снова инжир растет. И тыква тут цветет по инжиру. А только, блядь, нету. Сегодня закончили. Ну, да закончили еще, будем говорить, очень долго. Но немножко прибрались в зоне отдыха. Доделали очаг. Приствольный круг. Такой приствольный круг, короче, получился. Внутри нарциссики. Потом добавлю землю. Посажу еще, может быть, анютин глазки и маргаритки. Ну, тут орхидейка. Зимой ее придется накрывать, конечно. Вот тут вот скамейку мы сделали. Вот такая. Тут два кувшина мы поставили. Две массеты. Здесь вот тоже поставили кирпичики, чтобы добавить земли. И вода держалась, а не растекалась. А то, когда начинаю поливать, не знаю, гортензии, мне кажется, ничего не достается. Все растекается. Здесь, ну, две массеты, по краям лавачки. Тут будет Париж стоять. Здесь у нас дровяник. Ну, вот такой очаг. Там ворота, выход. Короче, вот в таком плане все мы сделали. Вот так все. Так как бы все смотрится. Столб будет большой стеклянный, не этот. Этот потом уйдет в запас. Туда ближе, может быть, к Париже. Это с кругу тоже уйдет. Короче, вот так мы оформили. Ну, 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 вот так мы оформили. Субтитры сделал DimaTorzok